Привет, мои дорогие радикалы из Рощуги, а также Арбузеры и, разумеется, Арбузихи. Вот вам ещё немного токсичного добра. Перейдём же сразу к делу. Я просто хочу, чтобы мальчики задумались хотя бы на секундочку. Мы думаем, вот почему у тебя над головой потолочный вентилятор, потому что мужчина подумал об этом и изобрёл его. И эти светодиодные ленты. О, и ваш кондиционер. Это тоже придумал мужчина. Ваши роскошные ногти, об этом тоже подумал мужчина. Если подумать, мужчина подумал обо всём, чем вы пользуетесь ежедневно. Чёрт, это тяжело. Ты бы предпочёл быть геем или убийцей? Я бы предпочёл не быть ни тем, ни другим. Но тебе надо выбрать. Нет, не надо. Ладно, я пытался достать тебя, Джесси, но ты слишком хитёр. Почему ты пытаешься меня достать? Это не по-мужски. Ты играешь женскую роль. Извини, Джесси, но нет ничего более мужественного, чем война. Ты принял на себя женскую роль, пытаясь достать меня. Мужчины не должны играть в женскую игру, пытаясь заставить мужчин вести за собой. Это женская роль. Джесси, я мужчина, и я веду бой. Нет ничего более мужественного, чем битва. С кем ты сражаешься? С тобой. Почему? Я не сражаюсь с тобой, я даже не знаю, кто ты. Ты ещё не знаешь, но обязательно узнаешь. Мы пока беседуем. Я почему? Я давал мою друзья. Но ты назвал меня женщиной. Я сказал, что если ты сейчас сражаешься со мной, то играешь в женскую игру. Разве сражение это женская игра? Такая битва, да. Оу. Израиль, как и другие страны региона, является суверенной страной, которая сама принимает решение. США не диктует Израилю, что он должен делать. Так же, как мы не диктуем ни одной стране, что она должна делать. Мы представляем то, что по нашему мнению... Пока не вторгнитесь с ней! Мы представляем то, что... Отлично, мужик. Мы представляем... Не, я имею в виду... Да ладно! Мы представляем часть стендапа в комнате для брифинга. То есть ты хочешь сказать, что тебе нужен джентльмен? Тот, кто будет ухаживать за тобой, водить на свидание, все эти вещи? Абсолютно. Я немного сомневаюсь, потому что я слышу, что вы говорите, но затем я вижу, что воде так окошко. Я собака, и что? И вы называете себя собакой. Как вы думаете, может ли это отпугнуть мужчину, который более традиционен, если вы одеваетесь как собака? Эээ, нет. Итак, когда вы смотрите на отношения, вы смотрите на отношения типа владелец домашнего животного, или как две собаки в отношениях, или каков ваш идеал? Партнер, который любит и уважает меня, и воспринимает меня как равного себе. Но вы ведь видите себя как настоящую собаку, верно? Вы сказали, что любите играть в мяч. Гав, да. Так как это связано с вашими отношениями? Что вы ищете, если вы собака? Эм, я ищу кого-то, кто просит мне мяч, а потом скажет... Эй, я ценю тебя, но вы понимаете. Почему ты плачешь? Я... Я зашла на твой компьютер и дошла файл, где написаны мои документы. О, мой бог. И я не понимаю, почему там не написаны наши документы. Ты серьёзно? Ага. Давай, вставай, убирайся отсюда. Почему там не наши документики? Был роман? Ну, я не знаю, как это роман, не роман. Начался кризис в отношениях, я очень сильно ушёл в работу. Когда я была? Вот на Бали, когда мы прилетели. Ну, полгода прошло, и да. Я очень сильно ушёл в работу, вообще я не обращал внимания на Алису, был в своих там состояниях, загонах. И, естественно, когда мало времени уделяешь семье, отношениям, девушке, в какой-то момент может что-то произойти. То есть это абсолютно нормально. Что именно произошло? Она влюбилась в другого мужчину. Просто на каком-то мероприятии, там день рождения у подруги был, она был мужчина, и у неё что-то внутри ёкнуло, гормон какой-то, и всё, и она влюбилась. Ну да, ну, типа, это я таким словом влюбилась называю для всех понятным, но просто у меня, ну, как я говорю, у меня какая-то произошла именно связь. А что это был за мужчина? Взрослый мужчина, ему сколько там, сорок лет было, я не помню, сорок четыре, сорок четыре, да, года. Вот, он вообще не говорил на русском языке, он был очень успешным. И опять-таки я, видимо, почувствовала эту энергию вот этого успешного мужчины, реализованного, у которого много энергии, много денег, а у Андрея тогда были трудности. И, видимо, вот этого типа мне не хватало, и меня поэтому туда прям аж потянуло, и он мной заинтересовался. Я не отношусь к этому как к измене, просто... А вы переспали в итоге или нет? Нет. Я просто не отношусь... Нет. Или да? Нет? Ну, мы вообще... Блин, там на самом деле очень... Опять-таки, для каждого измена это своё. Ну, то есть... Ну, а что было именно между вами? Ну, блин, это такое личное, личная вещь, я бы не рассказывала эти моменты. Ну, типа, что мы делали, чем мы занимались. Я помню, когда мы поехали тоже, я поехала вот с этим мужчиной из... Если изучить каждую павшую империю, то можно выделить три стадии. Первая стадия – смерть Бога. И как только это происходит, моральная структура, стоящая выше, подвергается кастрации. Затем идёт женская сексуальная раскрепощенность. Я имею в виду именно женская, а не мужская, потому что есть парень по имени Джей Ди Унвен. Он описал свой величественный труд под названием «Секс и культура». В нём он изучил 86 различных культур за 5000 лет истории, и он обнаружил, что шумеры, вавилонцы, афиняне, римляне – всех их объединяло то, что как только мы отказываемся от веры в Бога, женщины становятся сексуально раскрепощенными, а после этого мужчины больше не хотят бороться за сохранение социальной сплоченности. Судя по всей литературе, именно это и произойдёт. Как в Риме? Да, как в Риме. Да, это правда. Опять же, мужчины всегда стремятся к сексуальной распущенности. Женщины исторически этого не искали. И создание семьи основано именно на этом, на этой дихотомии. «Простить девушке измены, если она тебя очень сильно любит?» «Ну, не знаю, смотря какая причина». «Ну, вот она напилась просто и нечаянно вот там получилось. Три человека она». «Ну, не знаю. Честно, это спорный вопрос, потому что по алкоголям человек теряет здравый рассудок». «Ну, она тебя любит. Простил бы, продолжил бы». «Ну, один раз да, потому что один раз – это ошибка, а два раза – это статистика». «Тебе будет нормально, если кто-то ударит твою собаку?» «Да, если моя собака будет кого-то хавать». «Я не про это, я не про твою собаку, я в общем». «Ты сказала, моя собака?» «Нет, просто собаку. Тебе будет нормально, если кто-то ударит собаку». «Ну, это не моя собака, так что...» «Значит, тебе плевать, потому что это не твоя собака». «Не совсем так». «Значит, тебе плевать на других людей и на их страдания». «Почему это всё равно тебе?» «Что бы вы сделали, если прямо здесь и сейчас кто-то пьянал вашу собаку?» «Ну, если её приготовят и сидят, то...» Если оно приятно на вкус, то все в порядке. Если нет, то это не имеет значения. Так что, по твоему мнению, вкус оправдывает убийство человека? Перерезать горы, разрубить тело? Ну да. А как насчет этого? Только традиционная женщина заслуживает традиционного обращения. Я не думаю, что женщина, которая занимается OnlyFans, заслуживает рыцарского отношения, потому что они занимаются секс-работой. Я совершенно не согласна. То, что вы занимаетесь OnlyFans, не означает, что парень не должен платить за первое свидание. Мужчина должен платить в любом случае. Даже если она проститутка? Да, она все равно женщина. Даже если она стриптизер или проститутка? Потому что они мужчины, и это их работы. Они платят. То есть, вы хотите сказать, что это потому, что он мужчина, значит, он должен быть джентльменом? Угу. Но кто заслуживает джентльменского обращения? Разве вы не скажете, что это леди? Ну, не я. А что, если она не леди? Это не значит, что она не леди. Если вы занимаетесь секс-работой, то вы не леди. Ну, почему? Не все занимаются сексом, но OnlyFans. Кто это вообще сказал? Это говорит патриархат. Так говорит традиция. Не у меня, это твое мнение. Не, не, традиция это не мнение. Это исторический факт. Я выступаю против того, чтобы женщины имели равные права с мужчинами в доме. А женщины должны быть покорными. Раньше такого не было. Единственная причина, по которой у нас есть феминистки, у нас есть женщины акселистки, потому что они получили образование. Так вы предпочли бы, чтобы они просто сидели дома и не получали образование? Такова роль женщины. Они должны быть дома. Они должны заботиться о доме, о домашнем хозяйстве, о домашних делах. Вот и все. Такова традиция. Это наша культура. Почему они должны приспосабливаться к другой культуре? Хорошо. Быстрый вопрос. Я женщина, которая занимается тем, что задает вопросы и модерирует. Я бы сказала, что я независима. Вас это беспокоит? Да. О, ладно. Сегодня утром мы приглашаем в студии одного из активистов движений за правой кей. Мистера, можно называться с места. Пепе Джолиан Анзима. Спасибо, что пришли. Доброе утро. Спасибо, ты гей. Кто сказал, что я кей? Ты же кей. Как я могу описать вас? Я правозащитник. И в настоящее время занимаюсь вопросами ЛГБТИ. К вашему сведению, я не являюсь активистом движения за право геев. Я считал, что нет такого понятия, как право геев. Есть право человека. Теперь посмотрим на бушующие дебаты. Выборить за право геев. Почему кто-то должен быть геем? Геи рождаются такими. Они рождаются геями. Потому что вы осознаёте себя или обнаруживаете эти изменения ещё в детстве. Вы изначально были мужчиной или женщиной? Пол, который был присвоен мне при рождении, был женским. А вы решили стать мужчиной? Встречаешься ли ты с какой-нибудь женщиной? Да, встречаюсь. Разве это не делается, БГ? Что вы имеете в виду, не делал ты это мякеем? Я мужчина, но меня привлекает женщина. Так кто же Гай? На сын мне полный рост мочи И на сыну мне на дрож...